Наследство печально известного ЗАО «Сумет» для города, пожалуй, одно из самых тяжелых. И вот когда в конце этого долгостроенного тоннеля наконец-то забрежил свет, надежды на достройку дома на улице Новосибирская, 27, опять готовы развеяться, как дым. Как глянул на этот дом, мне плохо стало. И я в больницу попала с инфарктом. На каждом шагу нас, простых людей, обманывают. Почему никто не несет ответственность? Когда-то Владимир Зурков, вдохновитель нескольких суметовских ипостасей, ЗАО «Сумет», ОО «Сумет», ОО «Сумет Сибирь плюс», еще давал какие-то прогнозы. На сегодняшний день мы подошли к подписанию двух контрактов на два объекта, где нам гарантированно обещают хоть какие-то деньги. Потом на нет сошли и они. Было договорено с одним из банков, что он этот дом профинансирует. Но банк в последний момент отказался. В середине ноября 2013-го перед Владимиром Владимировичем замаячила перспектива реальной уголовной ответственности. Это два эпизода. По части 3 и 4, ст. 159 ГК РФ, по части 4, тоже два эпизода. Ст. 160 и по одному эпизоду, по части 2, ст. 201 ГК РФ. Впрочем, сам Владимир Зурков преступником себя не позиционирует. То есть вы хотите сказать, что вы неэффективный менеджер, но не преступник? Да, яффективный менеджер. Зато у следствия есть свои аргументы на предмет того, почему вовремя не были сданы пять домов на Пархоменко, Новосибирской, Станиславского и Связистов. Выявлены ряд хищений в виде продажи квартир от имени подставных фирм. То есть эти деньги похищены конкретно Зурковым и, в частности, совместно с Якимовой. В числе пострадавших по всем суметовским долгостроям более 900 человек. В ноябре 2013-го они занимали места на трибунах Дворца спорта не для того, чтобы посмотреть футбольный матч. Арена стала местом для судебных аресталищ. Это судебное шоу уже без большого стечения телекамер продолжается и весь 2014-й. Между тем, у самой проблемной суметовской площадки на Новосибирской 27, кажется, появился реальный шанс подняться с колен. И это вовсе не чудо, и не манна небесная, а конкурс, объявленный городским департаментом строительства и архитектуры в начале сентября. Механизмы его проведения были определены еще два года назад постановлением мэрии 12400. В рамках конкурсных процедур привлекается инвестор, который готов оплатить завершение строительства брошенного дома. В свою очередь, согласно 108-му областному закону, затраты такой компании должны компенсироваться путем предоставления земельного участка. Найти такого Рубин Гуда для Новосибирской 27 – задача не из легких. На сегодняшний день дефицит средств, помимо дополнительных средств, вносимых членами ЖСК, помимо использования свободных метров и субсидирования выполнения этих условий, составляет 293 миллиона. Фактически, мэрии надо такой участок предоставить, за который люди готовы выложить такую сумму. Таким участком для инвестора, который бы рискнул завершить суметовский долгострой, стали 5 гектаров земли в Калининском районе. Для нас это очень хороший и очень приемлемый вариант. И само объявление конкурса ему предшествовала очень большая и кропотливая работа, в том числе и в организационном плане. Совершенно неожиданностью для инвесторов, измученных многолетним ожиданием, стало обращение в антименопольное управление общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж», возглавляемое Иваном Сидоренко, а по совместительству еще и депутатом законодательного собрания. Компания заявила о нарушении в конкурсных процедурах. Указан только один единственный способ восстановления нарушенных прав – это передача победителям денежных средств целевым использованием для завершения строительства. Считаем, что вот это нарушает права потенциальных участников конкурса на выбор способа восстановления нарушенных прав участников строительства. Действительно, в постановлении мэрии речь идет о двух возможных вариантах решения проблем обманутых дольщиков. Но в случае с Новосибирской 27 выбор в пользу денег сделали не власти, а уж тем более не потенциальные участники конкурса. Определили способ восстановления именно сами участники строительства. Тем самым департамент опубликовал возможность проведения, возможность восстановления нарушенных прав путем перечисления денежных средств граждан. В итоге комиссия антимонопольного управления приняла вполне себе ожидаемое решение. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью энергомонтаж на действия департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не обоснованы. Чем же руководствовался Иван Сидоренко, когда пытался аннулировать проведение конкурса? Наша компания строит на этом участке и, соответственно, тот участок, который сформирован для передачи по этому конкурсу, он нам интересен. И так мы строим на этом участке. Это ключевая позиция, которая, очевидно, обнажает интересы сердобольного депутата. До этого этот депутат никогда не был замечен в желании помочь дочкам. Дело в том, что участок, который покупает инвестор, и эти деньги отдает дочкам, чтобы они достроили свой дом, этот участок находится рядом с домами, которые строит Иван Леонидович. Кроме неблаговидных причин, я других не вижу. Почему руководимая вами строительная компания сама не пытается участвовать в процедурах, определенных 108-м областным законом? Мы пытаемся участвовать. В каком конкретно конкурсе? Именно в этом, именно в этом. Вы заявлялись? Мы в процессе заявления, да, готовим документы. Пока Иван Сидоренко только гипотетически пытается заниматься проблемами обманутых дольщиков, группа компании «Стрежи» уже подала свою заявку на участие в конкурсных процедурах по Новосибирской 27. Между тем, депутат-бизнесмен останавливаться, видимо, не намерен. Письмо счастья улетело и на имя мэра города. О том, что вы не проводите конкурс, конкурс проводить не надо. С каких пор у нас депутаты и директора фирм, они перестали разделять эти два понятия? Вот мне кажется, что это, ну, случаи совершенно неправильные, и им должны заниматься уже, по-моему, не общественные структуры и не телевидение. Вы членов ЖСК от них сами же, что ли, защищаете? Я не предполагаю их защищать. Мы обратились для разъяснения этого вопроса, вот и все. Простите, сколько вы лет уже депутат? Год? Год. За год. Почему вы не озаботились этими вопросами? Интерес появляется же постепенно. Нельзя всем интересоваться сразу. Я не Юлий Цезарь. Иван Леонидович, это не Кай Юлий Цезарь. Между тем, итоги конкурса по Новосибирской 27 станут известны уже в октябре. И если больше никому в голову не придет идея спасать обманутых дольщиков от них же самих, в 16-м году многострадальный дом рассветится новосельными огнями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова